В Варшаве были, в Чехии, в Братиславе, в Словении, в Сербии, в Австрии, в Болгарии, в Румынии, в Венгрии. Это сейчас мы прошли. А до этого были на Украине. Сейчас книги есть у меня в Киеве, в двух библиотеках центральных, в Харькове, в Белоруссии. Сегодня были мы в Молдове, в Кишиневе и в Террасполе. А книги – это самая долгосрочная программа. Вот я поговорил, ну что ты запомнил это? А если что-то в книге неправильно, то это очень опасно. Если что-то там неправильно, то очень опасно, это опаснее, чем что-либо. Там Копылова поет, Копылова слышали, да? Вот поэтому-то и надо, говорят, немногие делайте с учителями. Не просто так. Вот они сейчас написали книги какие-то. Я в любом месте, вот выступает даже патриарх. 60 вопросов. Я разбираю, два вопроса правильно, так и отвечу. Вообрази, какой процент. Так там и в книгах, наверное, тоже есть ошибки. Если они напечатаны, то есть вот ответ. Любой человек ошибки делает. Так что, а если, знаете, в ваших книгах есть какие-то ошибки? Но слово «а если», а вот это «если» я им предлагаю синодом. 12 лет. И ни одного слова не могут найти. Это проще всего было сделать. А если, ну под этим признаком «если». А если ты с лестницы сорвешься, пойдешь, она такая хрупкая, хрупкая, ржавая, да еще перила такие, гнилье. А если ты упадешь, а так, а ты все равно идешь и держишься. А здесь каждое слово выверено по Слову Божию. В каждой книге, примерно, 3000 выдержек из священного писания Библии. Согласно канонам, в житии святых, и указано место, откуда это взято. А под страхом того, что, ну не так вот, под страхом того, что трудно рожать, тогда не прекратить рожать вообще не надо. Тогда вообще. Опасно, опасно. Не урожай был, а Златоос говорит, хотя бы пять раз был не урожай, с Тарус сеем. И на шестой год. А иначе, иначе нам помирать придется. Я говорю, а ты можешь, вот, сделать, цензоры были, мои книги брали, там, митрополиты, назначали комиссии. Ни одного слова. Это не день, не два, 12 лет толкутся, но им не нравятся. Почему? А потому что там нет одобрительного слова, там говорится так, как Бог говорит. Так говорит Господь Савов. Я привожу место оттуда, в кавычки взятое. Или жития святых. Жития святых считают. Почему же не делать-то, как оно написано? Там столько молитв своими словами. И у меня вот седьмой, восьмой том, два тома по житиям святых. Я тут просто в места по определенной тематике. Почему не было благовестия? Вот это что, мусульманство? Что вот это сейчас угрозы, теракты? Это все на совести монашества. Я это все должен. А почему не было проповеди монашества? Андрей Кураев такой диакон. Слышали? Да. Вот. Он говорит. Магомед Мухаммад. Он умер в 632 году. За шесть столетий ни одного проповедника не послали в Таурега. Ни одного Кирилла не Мефодия. Ни одного. Вот и каналоги брали и встретились уже на полях сражений. Нормально? А монастыри кишили монахами. У одного, только этого, Пахоми 11 тысяч мужиков. Это 11 тысяч проповедников заглушили за стенами. Как сейчас исследуют и говорят. И они, говорят, это самые ревностные, крепкие люди были. Запечатанные стенами, не уходили в песок, не давая потомства. И ни одного проповедника. А как он пробудится-то? Нашелся другой. Пришел с мечом. Теперь вразумляет. Обычно, когда отец уходит куда-то, то детям наказывают. Последний наказ. Смотри, не забывай кормить корову. Подавить ее. Еще раз уже с подошки поезда. И Господь, уже готовясь вознестись, говорит. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это последний наказ. Вот сейчас на исповеди священник исповедует. Он хороший, он добрый. Я спрашиваю, батюшка, как часто люди причащаются? Ну, пост будет, причащается. А что ты спрашиваешь их? Ты спрашиваешь о том, что проповедуют они или нет? Благовествуют? Нет. Да какая же это исповедь? Ты самого главного не спрашиваешь. Если человек в Духе Святом, то говорит Ереме, я хотел молчать, но внутри меня был как разлитый огонь. И я не мог удержать. Так она? Так тоже пророк. Все должны идти. Вот как уходят у сектантов свидетели Иеговы, то другое. А они от дома к дому идут. Вот она мне звонит. Я говорю, а кто вы такая? Вы хотите Библию изучать? Я говорю, хочу. И она сразу адрес. Ей 84 года. Она осталась одна дома. Но она дома не сидит. Она внучку взяла за руки и от квартиры к квартире идет. Свидетели Иеговы такие ходят по домам. Надо поучиться. Но вы никого-нибудь вывели из этого заблуждения Иегову? Получается? Это очень трудно. Трудно, да? Там, мне кажется, уже Дух Святой похулен. Вот такое у меня мнение. Вот у меня баптисты. Они почему-то не обращаются. Пришли адвентисты, приняли крещение. У меня было одно время из ИПХ 32 человека сразу пришли. 32. А что это ИПХ? А тех, которые подпольщики. Они ни паспорта не принимали, ничего. А истинно православное. Ни детей в школу не пускали. А истинно православное. А вот эти самые, а сколько этих адвентистов? Адвентистов у нас есть. А теперь ее, ну а мать-то, я не знаю, на него пошла на пенсию или нет. Она врач. И дочь закончила с красным дипломом врач. Из адвентистов они православные. У адвентистов столько хорошего. Их надо просто увидеть. Я не, когда работаю среди сектантов, я не могу сказать, баптисты они плохие. А то она скажет, да как же. А Василий, Ефимович, другие, куда деть? Хорошие. Но они не церковь. Самое главное, не церковь. Потому что нет рукоположного пастырства. А значит нет таинства. Мы должны реально смотреть на эту жизнь. Православные говорят, а что вы хвалите их? А то, что ни один адвентист в субботу не работает. Они чтут субботу, а мы воскресенье нарушаем. С нас Бог спросит за это. Почему мы нарушаем? А они ни разу за 250 лет не нарушили ни один. Вот я сторожу, а со мной адвентист. Печку топить надо, холод же, зима, 40 градусов мороза. Он решил дрова заранее заготовить в пятницу, чтобы готово было. А в субботу только спичку поджечь. Так они обсуждили и решили, мерзни, но не зажигай. Написано, не зажигай огня твоего в день субботний. Я не за это. Но, однако, поучиться надо. У меня с брата Акима, а с я с Акимом, в армии служил адвентист. Но советские-то узнали, он адвентист. Он в армию пришел. Его посылают работать в субботу. Он говорит, я не могу. Я в пятницу, давайте две смены, в воскресенье две смены. Нам не надо. И он на шесть дней в карцер. Из карцера вытаскивает его в субботу. Он опять не идет. И он опять на шесть дней. И он всю службу в карцере просидел. Да какая же власть-то дурная. Да он столько мог бы наработать. Он честный. Он трудяга. Ну, безборный. Надо было сказать ему только одно. Ты скажи, когда твоя суббота будет-то. Ну и этот день отдыхай. Остальные дни работай. Я в лагере когда был, со мной работали два эговиста. Света Львова. Они в армии служили по три года. Накручивали. Они были. Какие они хорошие ребята. Да, они в заблуждении. Да, они не знают. Но они хорошие. Они ревностные. Они мне, можно сказать, по-хорошему завидовали. И что вам Библию дали из дому. Она мне разрешает. Они ко мне придут хоть посчитать. Надо увидеть хорошие везде. Вот у меня мусульман нравится. Какой обычай. Как они одеты. С какой строгостью держат. А у нас все распущено, развязаны. Но я там тоже не так. Я постоянно это подчеркиваю. Уже не так. Не так, конечно. А мне говорят, а что мусульман хвалите? А слишком много хорошего у них. Вы знаете, чтобы узнать мусульман, надо с ними пожить. Я среди них родилась и выросла. Я знаю, что такое мусульманство. А где, в какой стране? В Баку. Я в городе Баку родилась и выросла. То есть, да, в мусульманстве есть ряд положительных, скажем так, качеств. Но есть и отрицательные. И сейчас там люди не живут, скажем так, по мусульманским обрядовым моментам. Они живут точно так же, как и здесь. Вот я знаю мусульман, вот мы сейчас были в Софии. Едет женщина на машине за рулем, Люба Мила. Полный хиджаб, она одета, как она смотрит. Американские женщины выступили в газете и говорят, как мы завидуем вам, мусульманские женщины. Как вас сохраняют мужья одетые? Нас раздели, выставляют на плакатах. Ну, посмотри, везде все это вывалено. Ходят в одних трусах. Страм один. А она идет, она плывет буквально. Это вы, которые... В городе Баку так не ходят. В городе Баку ходят точно так же, как и в Одессе. Это такие мусульмане. Неистинные. Нет, нет, нет. Где возьмите Саудовская Аравия и прочее. Она из дома не выйдет даже. Ей не разрешат. Она одета. И у меня записаны ролики. Они выступают разные имамы, там, мулы, шейхи. Сестра, надень хиджаб. И дальше по этой хиджаб. Форма какая одевается. Смотрите, сейчас жарко будет, не сгоришь. Там жарче будет огонь. Девочке 13 лет побежала за водой. Я сегодня рассказывал. А чулок сполз у ней. Отец ее остановил и говорит там, ты натяни чулок. Она говорит, пап, ну неужели это так важно? Я до колонки. Он говорит, ты спасешься, вот это место голое. Будет гореть в огне. Тебе понравится в огне? Это мусульмане. Это мусульмане, так? Мусульмане. Она подернула и побежала. Мы отъездили в Красноярске, где бы мы ни были. Если мусульманка идет, она одета по полной форме, как положено. Он рядом. Но это есть и такая, получается, религиозная, скажем так. Да. А не религиозная, какая она не мусульманка? Она говорит, жарко. Он ей отвечает, ты мусульманка. Ты приняла ислам. Поэтому ты приняла все. Понимаете? Нам учиться надо. У мусульман столько я знаю хорошего. Такие у меня с ними переписки где-то. Вот я в тюрьме, когда вышел. И теперь я сотрудничаю с тюрьмою. Приношу нужное. А там мусульмане. Бывает за тяжелые преступления. Я в первую очередь стараюсь им помочь. Почему? Другой народ, другая пища, другие отношения. Ему надо выжить. Да посмотрели, как они относятся. Вот я сидел уже на ТАСе, в Казахстан. Как они относятся? Они за меня заступались везде. Мусульмане. Вот ко мне письма приходят. А Кудиринов, кажется, замполит. Он отдельно меня вызовет и скажет. Из сейфа письма достанет. Вот письма из ООН пришло, из Японии, из Америки. Я не имею права отдать. Но мне сообщили, что моя близкая подруга умерла. Ей 75 лет было. Мы очень дружные были. И он видел мое состояние. Он говорит, вам что сейчас нужно? Я говорю, мне нужно одному побыть, поплакать. Он меня в кабинете запер. И я там полдня проплакал, постоял. Она была близко и близко. Она была беспризорная. Но мы с ней вместе везде ездили. И она даже сидела в лагере. У нас Надежда Васильевна приехала туда. У нее детей отняли. Она, когда меня судили. Это, которая в тайге. Тетя Тоня. Ну, наверное, нет. Ее звать Антонина Георгиевна. Тоня. Антонина. Тетя Тоня. Тетя Тоня. Которая в окна заглядывала, детей смотрела своих. Да. Как они. Ушла, чтобы паспорт не принять. И из дома ушла. Любящий Бога. Любящий Бога. Призван по Его изволению. Все содействует ко благу. Я готовился к проповеди сейчас. Я главный упор взял. Призванный по Его изволению. И вот этот вопрос призвания надо решить уже сегодня. Призван ты или не призван? Если ты призван, ты во всем должен увидеть благодейщую руку Божию. Как Он тебя встретил. Как привлек. Как положил тебя на сердце уверовать. И тебя все время будет слава слава. Господи. А вот тогда было. Я ведь могла о Вас противиться. Но Дух Божий отодвинулся мнение. Я приняла. Благодарю Тебя. Вы же знаете Андрея Критского канона. Считали? Вот. Я этот канон. Все знают. Возвел на вторую и на третью ступень. Он на первой ступени стоит. Это он написан для оглашенных. И никто об этом не говорит. Ты еще сто лет. Не стоит на одном месте. А сейчас все. А почему до Вас никто не сказал? Вот этого я не знаю. Я это увидел. А почему он написал? А почему, помилуй меня Божий, Давид написал? Потому что с Версави впал в грех. И предусловие, когда Давид ходил к Версави, Инофан обречил. И дальше 50-й псалом, помилуй меня Божий. Андрей Кисарико-Подокийский, он, нет, не этот, Критский, он подписал анафему 6-му сиренскому собору, сиритиками. А потом вдруг схватился и сказал, что я сделал? И называется дезвуация своей подписи. И написал этот канон покаянный. Этот канон для оглашенных. Этот канон надо возвести на три ступени. Три ступени молитвы. Первая молитвенная везде. Это прошение. Дай, спаси, сохрани, защити. Тут кто на этой ступени? Мусульмане, буддисты, православные, баптисты. Все тут на этой ступени. Ну что? В храме много студентов. Почему экзамены сдают? К осени пошли взрослые. Что? Сыновей в армию берут. Господи, защити его, чтобы чечни послали. А вот вторая ступень, это благодарение. За все благодарите. Первый офис на Кийцам 5.18. За все. И ты не высчитываешь, что это хорошее, а это плохое. То, что кажется сегодня плохое, будет самым хорошим и заблещет всеми алмазами. Благодарение. Ты уже ляжешь, наверное. К примеру, сказать так. Тяжело долго сидеть. Пусть она ляжет. Она ей тяжело. Ложиться надо? Да. Давай, ложись. Она просто приляжет и все. Иди ложись. Ложись.